Привет, друзья! Еду с вами сегодня опять по городу, катаюсь. Сегодня у нас замечательный день. Плюс 22. Вот хочу с вами съездить на пляж. А сейчас ехала в машине, слушаю радио. И всё-таки англичане молодцы, они такие затейники. Вот что они придумали. Они бросили такой клич. Что давайте мы с вами опровергнем вот такие слухи, что якобы сейчас вот люди сидят дома с семьями и начинают ссориться. Друг другу надоели уже. И они говорят, мы не верим в эти слухи. Мы знаем, что у нас в семьях царит любовь и согласие. Давайте это докажем. Давайте сделаем так. Так, постараемся все, у кого в доме любовь и согласие, повесим над своими домами какие-то шарики. Один, два, три, пять. Кто сколько хочет. Просто надуйте шарики и повесьте их над своим домом. И тогда мы увидим, что всё-таки в наших семьях, несмотря ни на что, царит любовь. И вот вы знаете, конечно, вот такие вот они молодцы, я считаю. Какой-то оптимизм пытаются вселить в людей. Вы же знаете, что в Англии также карантин. И тоже люди уже давным-давно сидят по домам и устали сидеть. Ну и потом, понимаете, вот если сейчас на самом деле вывесят шарики люди, то это будет как-то интересно и увлекательно всем смотреть. Вот они пытаются как-то даже в такие вот сложные моменты свою жизнь приукрасить. Что-то придумать такое необычное. Мне, вы знаете, очень понравился вот этот клич. Интересно будет посмотреть. Всё-таки кто-то откликнется на это или всё останется как прежде. Ну а если говорить о том, что происходит здесь у нас сейчас, то несмотря на то, что Великобритания даёт послабление карантину, сейчас разрешили уже больше гулять, разрешили выходить куда-то на пляж, загорать, потому что уже, наверное, правительство понимает, что людей дома удержать в такую погоду больше двух месяцев не получится. Ну и они ослабляют вот свои какие-то вот такие вот строгие нормы. Хотя, вы знаете, странно, что карантин не вышел ни на какую оплату здесь. Вы, наверное, тоже слышали, если наблюдаете за статистикой, что сейчас вышли Великобритания на третье место. Первое место по количеству заболевших Штаты. Второе место Россия, к сожалению. И третье место у Великобритании. Третье место занимает сейчас Великобритания. Продолжается смерти у них. Ну, в общем, знаете, они пишут, что 400 умирает в день. До этого было 700-800. Вроде бы как снижение произошло. Но не могу сказать, что какой-то плата там у них произошла. Вы знаете, даже интересно то, что сейчас они начали скрывать точно так же статистику. Если раньше я открывала, вам показывала графики какие-то, и там они показывали полностью статистику не только по заболевшим, умершим и по выздоровевшим. Теперь выздоровевших они вообще не стали показывать, потому что у них вообще какое-то смешное маленькое число выздоровевших, что ли, 400 человек у них было. И вот с этой цифры они так и не сдвинулись. Ну, и потом еще интересно то, что они убрали показатели по городам. Вот я раньше смотрела, сколько у нас на Айло Вайт было зараженных. Там было сначала 2 человека, потом через полмесяца 52 человека. А сейчас уже всю эту статистику они закрыли. Вы знаете, вот на сайте government.uk уже никакую статистику они не показывают. Но это, конечно, очень жаль. Стали тоже скрывать показатели. Что еще хочу вам рассказать. Сейчас вот я тоже была в Теско в магазине, который вам показывала до этого. Ну, что-то там, конечно, улучшилось. Какие-то продукты подвезли. Но мяса выбора практически нет. Рыбы нет вообще никакой. Наверное, перестали ловить или что уж там произошло. Но рыбы никакой. Есть куры. Есть немного свининки. Что еще меня поразило и удивило, то, что пропали даже вот такие вот какие-то у них были, знаете, крупы, горох, фасоль, какие-то, я не знаю, там, что за крупы у них, кускус, по-моему. Ну, вот это все тоже пропало. Не могу найти гороха. Все обошла. Хотела себе с копченостями суп гороховый сварить, но не тут-то было. И потом еще я тут взялась печь. Какие-то пироги показывала вам тоже. Заливной пирог делала. Мне понравился. У меня запасов больших муки не было. Поехала купить муки. И мука точно так же в магазинах исчезла. Сейчас нет муки ни в Лидли, ни в Алди, ни в Теско тоже. Вот это вот, конечно, неприятно и странно. А по поводу гречки, вы знаете, я гречку покупала в маленьком польском магазине. Он тут у нас на острове всего один. И там можно было купить кефир, творог, гречку. Того, чего в обычных английских магазинах не купишь. И сейчас, конечно, этот польский магазин тоже закрылся. Поэтому, вот, к сожалению, сижу без гречки. Вам рассказать окончание, судьба этого отеля. Вернее, может быть, даже не окончание, а только еще начало. Он долго продавался. Показывала вам, да? Посмотрите, его купили. Теперь вот закрыли лестницу здесь. Войти уже туда нельзя. И начали там какую-то уже реконструкцию, реставрацию. Интересно посмотреть, что будет дальше. Будем наблюдать. Вы, я надеюсь, те, кто смотрит опять мои видео, помнят этот отель, да? Я вам рассказывала, что его хозяйка, пожилая женщина, сначала муж умер. Потом вот она пыталась долго-долго продать этот дом. Сейчас не знаю, что с этой женщиной жива она или нет. Дом долго продавался. Это отель. Ее отель. И эта женщина, она была в пробосклубе также. Я ее знала. Посмотрите, фантастика какая. Такая пара. И взяли с собой свою любимую собаку. Надели на нее спасательный жилет. И сейчас поедут на этой доске. Смотрите. Мужчина не поехал. Там, конечно, втроем им не уместиться на этой доске. Вот девушка с собакой. Сейчас поедет. Вот эти вот доски. Очень популярны в Англии. Сейчас она попытается встать с колен. Здесь нужно держать баланс очень хорошо. Но собака стоит на четырех лапах. Собаке не страшно. А вот сейчас посмотрим, как женщина сможет встать. Или, может быть, она не рискнет. Собака, по-моему, экипирована. Даже лучше, чем сама девушка. Нет, она все-таки пытается встать. Она все-таки пытается встать. Тем более, что я попросила, можно ли сделать видео. Но это ее, наверное, тоже вдохновило. Подплыла поближе к мужу опять. А собака не знает, что ей делать. То ли прыгать и плыть к берегу. Ну, похоже на то, что собака здесь уже часто была попутчицей. Ага, сейчас, наверное, собака тоже прыгнет. Да, ее зовет мужчина к себе. Но она что-то как-то боится. Боится прыгать. Классно. Молодцы англичане. Они стараются украсить свою жизнь любыми вот такими вот способами. Опа! Она ее все-таки вытащила. Она не рискнула прыгать. Но ничего. Здесь недалеко до берега доплывет. А вообще, надо сказать, что очень теплая вода. Фантастика! Ага, как обычно. Вода очень теплая, вы знаете. И здесь много желающих искупаться. Вот еще, посмотрите. Детвора. А я хожу по мелководью. Мочу ноги. Вы знаете, вода здесь на мелководье теплая. Она прогрелась солнышком. И очень даже неплохая водичка. Поэтому сейчас люди и купаются. Показываю вам опять побережье города Райт. У меня спросили тоже, наверное, мои новые подписчики. Что у вас пляжи? Вы не показываете пляжи? Ну, друзья, я только и делаю, что показываю вам здесь пляжи в Райде. Вот это один из таких пляжей. Почему он выглядит вот так странно? Потому что здесь опять отлив. Очень сильный отлив. Вода ушла. Наверное, больше, чем на 500 метров. Вот если видите, там вдалеке-вдалеке идет пара. Это как раз по пляжу они идут. А здесь вот эти камни. Неприглядный такой берег сейчас. Потому что обычно здесь все покрыто водой. А вот девушка наша все-таки встала. Посмотрите. И сейчас и мужчина тоже. Опять взял с собой собаку. Он надел какой-то жилет спасательный на себя. Пошел к ней. Все-таки собака не боится с мужчиной. Она себя чувствует более уверенная. Вот посмотрите в воде. Это раковина гребешка. Но она разломанная, конечно. Просто вам показываю. Если погулять здесь, то можно найти еще здесь можно найти вот много вот таких вот улиток. Маленьких. Посмотрите. Они живые. Они на камнях. Можно найти больше, крупнее. Можно найти вот совсем такие маленькие. Видите? На камушках, на галышках меленьких сидят. Но не крупные. Вот еще посмотрите. Видите? Вот они такие крупные, мелкие. И я их собирала. И в микроволновке 3 минуты. Потом соус. Они напоминают по вкусу виноградную улитку. Конечно, я не буду с собой брать. Незачем. А вообще, просто вам показываю живность для тех, кто интересуется. Еще вот в таких вот каменистых местах между камнями можно найти крабов. Ну, конечно же, крабы не крупные. Крабы мелкие. Для того, чтобы найти крупных крабов, это надо специально заплывать подальше. Есть специальные краболовки. А здесь можно найти мелких. И детвора часто очень этим как раз и занимаются, развлекаются. Я пока иду. Вот я увидела, пожалуйста, вам ламинарию. Видите? Вот такие листы ламинарии. Ламинария даже более полезная. И она более вкусная. Это морская капуста так называемая. Вот листик оторвался. Видите? Он сюда. Сюда его пригнала. Видите? Вот так вот выглядит на мелководье один из бакенов, которых тоже здесь много. На цепи он. Вот. Видите как? Вода ушла. Он сиротливо остался лежать на берегу. Этот бакен мягкий. Посмотрите. Прям даже какой-то очень мягкий шар. Тонкой пластмассы. Вышла я на территорию песчаного пляжа. Вот так вот он выглядит. Когда уходит вода, то берег, конечно, выглядит неприглядно. Обнажаются вот такие вот вещи. Вот это опять тоже какая-то труба канализационная. Сброс идет. Ливневая канализация. Городская. Вот идет такой сток. Обычно она под водой. Только столбики эти торчат, виднеются. Ну, а сейчас обнажилось все это хозяйство здесь. Как их чистят, я не представляю. Вот неужели откручивают все вот эти вот огромные болты, чтобы снять конец и почистить то, что там накопилось. Даже не знаю. Сложная история. Вот опять еще одна ракушечка. Вот такая. Это гребешок. Верхняя часть гребешка. Верхняя выпуклая, а нижняя ракушка плоская. Вот. Вот даже не знаю. Этот вроде такой хороший. Не поломанный гребешок. И еще хочу вам показать. Вот смотрите, видите, опять мемориальные досточки здесь при выходе из пляжа. Вот на таком камне большом написаны в память о людях. Не только у них эти мемориальные досточки устанавливаются на скамейках парковых, а в общем-то практически везде. И еще во всех местах, которые посещают люди, туристы, можете увидеть вот такие вот доски, здесь написано, объясняется все. Здесь, видите, Севью Дуэр Кост Протекшн Заря. Это как раз показан вот этот вот берег Севью, по которому мы с вами гуляем. Но что-то она немножко подржавела здесь. Она на металле сделана была. Картинка скорее всего будут обновлять. Такие можно доски находить в любом городе, в любом месте, на любом пляже. Я здесь с пляжа поднялась, видите, на набережную. Еще мне очень нравится вот эти вот такие интересные здесь гранитные скамейки на набережной. Темный гранит на солнышке нагревается и сидеть очень тепло и приятно. Вот я сейчас села просто красота. Тепленькие камни. Любят сидеть здесь на них англичане летом. Ну, наверное, уже когда холодно и дождь тут особо не посидишь. А зато все-таки они, по-моему, так приятно украшают эту набережную. Еще эта набережная мне чем нравится, что здесь вот эти вот опять мы видим метелочки, которые вдоль стен растут, очень неприхотливые, цветут везде, а сейчас в огромных количествах все лето будут радовать глаз. Вот видите, и здесь тоже такая классная огромная клумба. Ой, смотрите, даже белые интересные. И вот я обошла вокруг и вижу эту девушку. Она идет домой со своей доской. Все, наплавались уже, накупались. Вот смотрите еще, какая красивая клумба. Такой огромный камень. и опять вот эти вот цветы. Здесь их тоже белых почему-то много. Вот кстати, впервые я вижу, как интересно, что они не только вот такие вот сиреневые, но и белые растут. Возле этого камня, возле этой клумбы тоже англичане обожают фотографироваться. И цветы эти странным образом растут всегда. Вот показываю вам, как они обычно из стены растут. Тоже интересно. Розы зацвели, расцветают, но еще мало роз. И вот там опять посмотрите, люди живут в полуподвальном помещении. Сырость и темнота. Ну а на этом на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Увидимся. Пока-пока.